Привет, я Даша. А это 11-й медиакласс, в котором я учусь. И мы посовещались и решили сделать особенный проект об учителях. Мы каждый день видимся с учителями, разговариваем, ходим к ним на уроки, но никто из нас не знает, каково это быть учителем. Поэтому мы предложили 10-му педагогическому классу побыть на некоторое время учителями. И параллельно мы договорились снимать фильм, который вы сейчас и смотрите. Мы определились, кто у нас режиссер, кто оператор, кто монтажер, кто сидит на звуке. А среди учеников в 10-х классах мы устроили целый кастинг и выбрали самых инициативных, готовых, на наш взгляд. Мы спросили ребят, чего они ждут от проекта, чего боятся, к чему готовятся. Я рад, что меня пригласили в этот проект, так как я смогу научиться чему-то новому и научить кого-то. Так что мне очень интересно в нем поучаствовать. Ой, ожидание, наверное, познакомиться с детьми, попробовать как-то поконтактировать с ним. Я уже контактировал, конечно, но не с таким большим количеством детей. Попробовать, возможно, как-то дать им знания. Я думаю, будет очень интересно. Это незабываемый опыт, и я всегда хотела попробовать учить детей в начальных классах. Набраться опыта, познакомиться с детьми и, может, что-то для себя понять, все-таки хочу ли я быть учителем или нет. Ну, во-первых, это очень интересно, это что-то новое, это не просто банальная учеба, это общение с людьми, общение с детьми. Вот. Ну, я надеюсь получить опыт, который мне поможет в дальнейшем. Мне кажется, что не все представляли, что их ждет. Все будут живы. Там дети. И вот дальше началась самая крутая и жесткая часть. Мы собрались вместе в 7.45 утра и пошли на утренний педсовет, где нас познакомили с педагогами. На улице плюс 7. Хорошо. Карточками отмечаемся. Это, собственно, педагогический класс наш. На самом деле мы очень переживали, но учителя встретили нас тепло. Ну, и, в общем-то, наверное, я хотела бы выразить восхищение нашими учениками, которые выбирают не такие современные IT-технологии, пиар, технологии менеджмент или рекламу, а выбирают вот такой труд учителя. После был инструктаж от учителей, и наши ребята выбрали предметы и стали к ним готовиться. И мы решили так, что классные руководители идут в первый день, а предметники во второй. Ну, вот, значит, у нас порядок такой. Дети приходят в школу с 8 до 8.15, и они должны уже быть все в классе. Есть те, которые немножечко опаздывают, они едут к нам из котельников. Приходят в класс, и перед уроками у нас такое правило, они читают книгу. Ну, а после того, как они прочитают книгу, 8.29, они исполняют гимн Российской Федерации, и затем уже начинается урок. Через неделю, когда мы пришли в класс, оказалось, что классного руководителя нет по важным причинам, и нашим ребятам пришлось выкручиваться на ходу. Они сами настраивали доски, включали гимн. В общем, делали все сами. Хотя, конечно, всегда рядом был заменяющий педагог. Кручки вот так, спиночки ровные. Сейчас зайдут учителя в класс. Вы что должны сделать? Ставьтесь. Вот, правильно, совершенно. Присаживайтесь, ребята. Сегодня разговоры о важном у вас ведут учителя. Татьяна Анатольевна по важным причинам сегодня на первом уроке с вами нет. И ее заменяют... Александр Евгеньевич. И Александра Сококова. Александра Евгеньевна. Александра Евгеньевна. Пришло время урока «Разговоры о важном». Наши юные педагоги вместе с ребятами обсудили жизнь Константина Эдуардовича Циолковского и поговорили о космосе и мечтах. Ну, разговоры о важном, можно сказать, вел Олег, потому что я на них затупила, вот, с моей памятью. Константин Эдуардович болел в 10 лет болезнью. У него была карлавина. Это когда обухаривает вот здесь, в области шеи, и из-за этого он частично был глухой. Но это не мешало ему, поэтому он легко смог на, так сказать, домашнее обучение стать великим человеком. Кто помнит, как Циолковский представлял ракет для него? Как бы, так сказать, космическим поездом. Да, молодец. В конце урока была командная работа. Аэроплан? 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 Так, ты тогда у нас будешь... Аэроплан? Ты у нас ракету будешь рисовать? Аэроплан? Понять, как учатся сейчас дети в начальной школе, потому что я училась немного иначе. Ну, в мое время, когда я была в начальной школе, было как-то более серьезно. Сейчас немножко разбавлено вот показом видео. Это все, на самом деле, очень хорошо, потому что я уставала просто, когда мне что-то говорят, говорят, говорят. А тут можно посидеть, посмотреть на доску, на видео различные. Вот, это очень интересно и очень хорошо. Чтение вслуха пересказ оказался не помехой для наших юных исследователей, поэтому они все справились на отлично. Чего... Чего печалишься, Иван Царевич, и сказал, зачем пошел, зачем пошел вдаль? Она выкушилась и улетела, а у меня перо осталось в руке, и царь стал есть и пить. После тяжелой работы дети вместе со своими классными руководителями пошли на завтрак. Перед прощанием мы решили узнать мнение ребят. Мне сегодня очень понравилось, и учителя были самые лучшие, самые добрые. Мы провели с ними хорошее время, мы разговаривали с ними о важном, рассказывали им о литературе. Мне понравилось, как новые учители на литературном чтении нам дали такие листы, там надо было отвечать на вопросы, там вопросы очень были интересные. Мне вот понравилось еще, когда мы читали сказку Ивана Царевича Серова, и все люди помогали тебе здесь. Все тебе помогали и очень верили, что ты кому-то нужен. Первым уроком была информатика. Кажется, все шло очень хорошо, но осень несла свои правки, и некоторые ребята заболели. Поэтому Олег после классного руководства решил провести урок физкультуры. Наши преподаватели смогли сделать урок интересным, и дети, и взрослые принимали в нем участие, и даже играли в спортивные игры. Спорт-зал — это подвижность, это скрепощенность, и на данном уроке надо учиться вести себя дисциплинированно, во избежание травм, да и в принципе, потому что в такой обстановке не всегда легко держать себя в руках. Мне очень понравился этот урок, потому что он был необычным. К нам пришли старшеклассники, и мы играли в вышибалы, в перестрелки, мне это очень понравилось. Мне очень понравился этот урок, он был очень прикольный, особенно с старшеклассниками. Правда, я удивилась, почему мужчины, а не девушки проводили. Мне очень понравился этот урок, мне понравилось, как мы играли в вышибалы, это было очень интересно, и спасибо, что вы пришли. Последним уроком был английский язык. Чтобы заинтересовать детей, занятие началось с веселой песенки на английском. Выполнили некоторые задания на доске, оточили новые навыки и изучили что-то интересное. Весь класс провел конец урока за игрой в кубик, связанный со звуками. Включаю поначалу. Ну вот, наш проект и фильм подходит к концу. И как положено всем учителям в конце урока, рефлексия. Или рефлексия. Кто подскажет? Этот проект мне очень понравился, потому что я смогла почувствовать себя в роли учителя. Вот, пообщаться с детьми, попробовать поучить их. Процесс проекта был очень сложным, потому что, ну, во-первых, это было все в новинку для нас, для всех. Было непривычно общаться с такими маленькими детьми, вот. Но в целом, в принципе, очень шикарная идея и проект, я считаю, удался. Я смог узнать много нового. Мне понравилось общаться с детьми, в принципе, улучшить свое общение с людьми. И учить детей достаточно весело и интересно. А что тебе понравилось больше всего? Ну, мне понравилось то, что, когда я вышла из класса, меня облепили маленькие дети эти, вот. И они стали обниматься. И это было очень мило и очень приятно. Одним из самых запоминающихся было, когда мы на первом уроке с ними рисовали плакаты про отца Алковского. Они рисовали его изобретения. И я им помогал с датами, то, как он выглядел, какие изобретения он создавал. Такой запоминающийся случай был, когда мы с детьми играли в вышибалы. И я со своим коллегой вышибал детей. Один из участников съемочной группы стал ребенком и стал главной целью для нас, чтобы его выиграть. Какие были у тебя сложности? Самое сложное в работе с детьми было их успокоить. Так как они тоже понимают, что мы ученики, им становится весело, они больше видят наш урок как игру. И им становится очень весело. Но они должны понимать, что они все-таки на уроке, во-первых. Вывод то, что, ну, во-первых, все-таки, так как я вел урок физкультуры, настрой был такой более вальяжный. Но, как оказалось, то, что даже на урок физкультуры нужен четкий план, чтобы урок не превратился в бардак. Мне проект очень понравился, потому что он помогает окунуться в эту атмосферу педагогики, пообщаться с детьми, посмотреть на них, подружиться. И мне очень понравилось. После проекта я понял для себя, что раньше я вообще не задумывался о работе педагогом. Но сейчас, после проекта, мне, правда, стало это ближе и как-то интереснее. За дни педагогической практики и недели съемки и монтажа мы все чему-то научились. Кто-то переборол страх выступления перед классом, кто-то освоил новую камеру, кто-то заинтересовался работой с новой монтажной программой. А вот Леся теперь, например, знает, что в начале дубля нужно хлопнуть три раза, чтобы звук синхронизировался. В общем, мы все немного изменились и стали лучше. И разве не в этом заключается работа учителя? Делать людей и мир лучше. Поэтому с праздником, наши дорогие учителя! Мы вас очень сильно любим и надеемся, что станем как вы. И немного даже лучше. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин